приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео расскажу вам про патч 1.24 в котором планируется апнуть китайские тяжелые танки понятное дело что он будет после нового года но уже подъехала информация поэтому нужно ее обсудить практически все время сколько существует игра многие китайские танки по статистике находятся на самом дне на мой взгляд не только тяжелые танки но и средние нужно апнуть но вот хотя бы тяжелые танки апают птшки недавно апнули китайские остается еще средние танки апнуть и будет нормально но прежде чем рассказать что будут апать в китайских тяжелых танках давайте посмотрим а в целом какие ветки нужно апать какие есть проблемные у нас нации по статистике которые прям слабые и так если вкратце пробежаться по статистике практически одни и те же танки одних и тех же наций находятся на самом днище это советские танки некоторых веток немецкие японские еще там немножко французских и американских танков из одних и тех же наций и одних и тех же веток все танки находятся на самом дне что же это за танчики вот допустим давайте поговорим про тяжелые танки на десятом уровне самые последние по статистике из 7 panzer камфаген 7 тай-5 хэви кранваген ст2 да в целом на них можно хоть как-то играть но ни для кого не секрет что они но сильными их не назовешь теперь давайте еще средние танки 10 уровня посмотрим объект 140 прожета м40 мод 65 батчатильон 25т к 91 птшки и лтшки мы трогать не будем поскольку их там очень мало и прям называть какое-то большое количество нет смысла если я назову 5 лтшек это почти все лт будут если я назову 5 пт 10 то это будет почти половина пт странно что на десятом уровне при таком не сильно большом количестве пт в каждом бою по команды птшек зачем у нас такое огромное количество средних и тяжелых танков если все играют на маленьком количестве пт и ни о чем не париться там птшек всего штук 10 что раза в два меньше чем тяжей и раза в два меньше чем ст удивительная ситуация если посмотрим что у нас на девятом уровне не так то там опять же м6 вай этот йог девятого уровня там и десятого уровня йог тоже недалеко забрался type 4 heavy опять в самом низу объект 257 t10 st1 vk 4502 ausb все эти танки те же самые с одних и тех же веток на самом дне ветка японских тяжей веткой американских ехал ветка и всем советская все благополучно занимают последнее место всей веткой вот прям всей веткой сели на самое днище и сидят и китайские танки тоже тут далеко не ушли они просто чуточку выше какие же стряжки на девятом уровне у нас т-54 объект 430 вариант 2 бат 9 уровня в за 120 объект 430 на манеже одни и те же переходим к восьмому уровню что же у нас там за тяжелые танки на самом дне vk 4502 ausa из 2 2 из 3 а mx 65t из м и тут йог еще тоже недалеко все те же самые одни и те же одни и те же ветки штуки 4 или 5 все на последнем месте и смотрим ст твп вт у концепт т-44 cs53 ст1 пантера 2 инден панзер одни и те же просто на последнем месте единственно что у меня удивляет что т-34-2 немножко оторвался от днище хотя там по параметрам просто ужас он чуточку выше чем те которые я сейчас перечислил но он максимально ужасен как у него там хоть какие-то цифры по статистике получились я вообще удивлен там нет ни точности не стабилизации не сведения не брони критуемость жесть у военов нет танк просто на коленях стоит но какие-то цифры рандомные киборги набили и вот одни и те же ветки у нас советские стэшки японские тяжи немецкие тяжи и ст советские тяжи там еще пару французских танков все одни и те же и вся ветка йохал на самом дне просто 6 там буквально от 4 5 веток апнуть и будет все более-менее нормально по балансу ну а китайские танки просто чуть-чуть оторвались от дна и их апают удивительно что китайские танки они вроде как всегда были внизу но при этом не самые последние но их апают а вот эти танки которые перечислил они уже там находятся очень давно теперь давайте посмотрим что возможно апнут в патче 124 китайским тяжелым танком по сути если коротко сказать то им всем опыт стабилизацию увеличивает броню vld мощность двигателя и сведения также некоторым из них улучшают перезарядку и максимальную скорость теперь давайте подробнее поговорим про восьмерку 110 перезарядка была восемь с половиной секунд будет 8 и 2 сведения было 2 и 3 будет 2 и 1 также улучшает стабилизацию от поворота башни и так была хорошая стабилизация 01 будет еще лучше 008 также улучшает еще стоковую гусеницу стабилизацию топовую гусеницу стабилизацию на топовой гусенице будет 016 что в принципе то и неплохо также пробитие было 215 будет 230 броня vld было 120 миллиметров будет 140 что же в принципе что-то будет даже наверное отбивать также максималка вперед 42 было 40 назад 16 было 15 и удельная мощность на 100 увеличивается становится 680 видим что там капнули по всем фронтам более-менее нормально танк будет как проходной вполне себе должен быть хороший также у нас в 111 модель 14 я на фоне сыграл один бой сел на пресс-аккаунте чисто один боёк сыграть чтобы вам на фоне что-то было и вот что я в одном бою успел на играть то вы на фоне и смотрите и я вам так скажу что так в принципе то прикольный он быстро едет у него прикольный альфа там пробитие дпм но вот броня реально смешная меня вот на фоне в бою просто карачун в лд пробил и вот на девятом уровне у нас перезарядка улучшается с 14 секунд на 13 а этот танк и так славился своим дпм и альфой всегда сведение с 2 и 9 на 2 и 6 это вообще класс также стабилизация принципе то же самое как и восьмерки также в лд было 120 будет 150 миллиметров и мощность двигателя на 80 получается 680 мне кажется девятка прям очень сочно будет смотреться мне раньше очень сильно нравилась девятка я на не с кайфом играл но в нынешних реалиях она не конкурентоспособная но с таким апом я с удовольствием поираю на ней еще лет 10 теперь переходим к десятке десятка я ее как-то недолюбливал немножко мне не хватало ее параметров у нее конечно был свой прикол там у n неплохие дпм пробить альфа там все на месте но как-то она дырява игралась постоянно я в ней не уверен был поэтому я как-то недолюбливал и мне больше нравилась девятка уровень более комфортный а танк практически тоже самое зачем платить больше и так что на десятке время сведения 2 и 5 было будет 2 и 3 стабилизацию на 12 процентов апнули тоже мощность двигателя apc было 930 будет 1020 броня vld было 140 будет 160 что хорошо потому что этими щучьими носами тяжело танковать крыша мехвода она там на vld находится было 80 будет 95 удельная мощность была 15 будет 16 4 мощность двигателя улучшили на 70 получилось 820 что я хочу сказать танки эти апают просто по всем фронтам и лобовая броня и стабилизация и дпм и сведения это супер клево это прямо оживление ветки мне очень сильно нравится поскольку я являюсь древним любителем китайской девятки тяжелый но я последнее время на ней боюсь играть есть танки повеселее наверно и попроще но ее грозная пушка все время меня радовало надеюсь что после этого поя с кайфом еще на ней пера но также еще апнут 113 хотя вроде как недавно ему там что-то апнули сведения 2 и 8 было будет 2 и 4 стабилизация 0 18 было будет 0 15 в принципе вот и весь об ну что в принципе тоже неплохо комфорт будет получше я в принципе доволен этим апом но я считаю что нужно еще около пяти веток реанимировать потому что они мертвы и лежат на дне покрываются илом это мое мнение свое пишите в комментариях что вы об этом думаете сам бы варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня пока